Всем привет, друзья! Добро пожаловать на очередной разбор десертов. Мы сегодня с Мэрией пришли в место, которое называется Дульчет. Дульчет. Здесь очень много десертов. Мне постоянно попадалась контекстная реклама в Инстаграме на это место. И, собственно, мы решили прийти и всё попробовать. Но сегодня у нас выпуск с мазохизмом. Я не знаю, можно ли это слово говорить. На ютубе Мэрия у нас взяла аскезу на сладкое. Я буду всё есть, Мэрия будет оценивать только внешний вид. Мэрия, нормально тебе? Да, 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 вообще спокойно. Мэрия вообще спокойно. Я буду беспокоиться, я буду быстро всё есть. Если будет торопиться, это всё из-за Мэрии, знаете. Если ты прочитаешь эту книгу, у тебя депрессия обеспечена. Там, если в сериале Мокруха была, в книге мессиво, ну я не смогла. Я просто прочитала даже не половину, четверть, наверное, книги. Да, это мы просто вспомнили про сериал «Игра престолов». Очень в тему десертов Мокруха. У нас рядом консерватория, там кто-то исполнил эту песню. Мы сидим, да, у нас по соседству консерватория. Здесь слышно, как кто-то ещё только учится играть на инструменте. Учится не очень пока что. Я не могу. Это тоже откуда-то. Мне кажется, у них типа, как это, свободный час, и они импровизируют. Да. Как классно вот так вот. Я помню, как я училась в универе, как на каторгу каждый день. Ты идёшь и сидишь в этой аудитории по 8 часов. Ребята пришли, творчески выражаются, и это учёба. Ну, как бы это учёба, я ничего не говорю. У них там тоже свои трудности есть, нет? Да, там такие трудности, конечно. Но я помню Терезу нашей. Терезу у нас пустерник звёздам просто. У меня следующий влог, ребята, будет про Терезу и про кое-что, что она сделала. Что никто не ожидал этого. Я вам гарантирую, вы будете в шоке. Кто-либо Терезу, смотрите следующий влог. Итак, друзья, начнём с двух маленьких пироженок. Это супер маленькие пироженки, они так и называются мини. Это мусовые пирожные. Одно у нас клубника, а второе, ты помнишь, чем мы? С карамелью. Второй вот это с карамелью. Я люблю и клубнику, и карамель. И этот десерт идеальный для дегустации. Мне не надо будет думать о том, что надо съесть чуть-чуть и не объедаться. Я просто всё съем и буду с чистой совестью. Мэль, как тебе внешне? Скажи, внешне как тебе? Да, прикольненько. Я думаю, это мой, но они маленькие были, конечно, они не похожи. Сейчас попробуем, давайте-ка мы... Так, давайте я пока его отложу, чтобы он не отвлекал. А эту бумажечку сниму, меня смущает бумажечка. Ну вот она меня тоже очень сильно смущает. И презентабельный вид. Да, вот так вот. Просто какая прелесть минималистичная. Да, вот это такое дело. Просто великолепно. Давайте-ка мы его разрежем. Маленький сердешек, он в шоколаде. Оп. И бисквитик, и клубничка, и мусик-пусик, как мы любим. А сверху шоколад. Я думаю, это глазурь зеркальная, а это шоколад. Я не буду мелочиться, я прям половину сразу... Можно было и целую, в принципе. Ну что-то есть, да, в этом десерт такие немаленькие и прям... Маленькие вкусные. Да, да. Я как-то пробовала, как-то вкусит тема. Я приготовила чизкейк, думаю. Я его ела прям не нарезая, потому что я ела ее одна. Да, что-то там у него была подготовка к спортивному чему-то. Он не ел сладкое. Я просто ела его вилкой. И это не так вкусно, как если бы отрезать кусочек. Так что... Ну смотри, маленькая, ну сколько всего там, смотри. Ну здесь это стандартный, муссовый настоящий десерт. Тут мусс, это вот ягодное конфи и бисквитик. Сверху шоколад. Шоколадная... Ну это как бы... Ну это прям шоколад. Видимо, это должно быть дешево. Давай, добей окончательно. Совершенно, да. Это очень вкусно. Потому что много клубники. Но мягкий мусс. Это не минус. Это предпочтение мое. Возможно, он подтаял. У нас пока что жарко, но не такая прям удушающая жара. Мэри, я не могу. Ты вот не попробовала, мне даже как-то одиноко. Прямо я сижу. Я как скажу, муссик немного мягковат. Ну, возможно, даже в маленьком десерте это и не минус. Я поставлю ему 9. Это не отвал башки, как мы уже привыкли говорить в предыдущем видео. 9 из 10. Клубника ярко прям чувствуется. А внутри? Внутри клубника или это глазурь кубичная? Нет, глазурь просто шоколадная была. А, шоколадная? Просто, блин, обожаю. Мне нравится здесь вайп такой просто. Следующий у нас тоже маленький мусик. Маленькое муссовое что-то. Давайте я разрежу прям крупным планом. Тут тоже сверху шоколад, а внутри у нас карамель. Мусик, карамель, бисквитик. У меня есть подозрение, что это все то же самое, за исключением вот карамели. То есть бисквит очень внешне тоже похож. Он такой влажный, кстати, приятный. В муссовых десертах часто делается такая песочная основа, чтобы мусс балансировался со смутой. Но здесь он маленький такой и прям на зубок приятный, потому что он мягкий. Тоже 9 баллов дашь примерно, да? Точно такой же мусс, мягкий. Был бы мусс пополотнее, я бы поставила прям 10. Но это вкусно, ребят, нет, это очень вкусно. Для тех, кто не очень любит сладкое, маленькое, с кофейком, такая штучка. Очень хорошо сделано, прям на хорошем шоколаде. На сливках, ребята. 9 из 10 я его доебу. Он мягкий из-за рецептуры. У него мало желатина. О, это классно, это хорошо. Ну это его не портит. Это же не полезно, да, этот желатин. Желатин, ты что, наоборот, это же коллаген. Я знаю, с чего они делают. Из костей животных, да. Из костей животных. Ну, как бы, животные, когда уже зарубили мясо, его куда-то отдали. Ой, пока. У меня резко, что у нас мясо тоже не ест. Ладно, моя дать, желатин не стоит. Есть? Гематоген, надеюсь, не пробовала в детстве? Нет, нет, я знаю, что это то, что получается. Многие не знают, многие думают, просто сладкая конфетка. Ха-ха. Итак, друзья, у нас следующее. Это тарт. Я обожаю тарты, вообще песочная основа. Внутри керамик, сверху что-нибудь вкусное. Сегодня у нас тарт с пеканом. По-моему, это что-то великолепное. Николая ни одного вкуса нет. Просто остатка. Сама эта основа, она уже не хрустящая. То есть, она в холодильнике постояла, и она не хрустит. Она, как бы, старая, просто вспотела, скажем так, и немного отсырела. Ну, это не самая большая проблема, но, как бы, смысл тартов хрустящести. И чтобы внутри было что-то кремовое. Внутри у нас тут... Ну, есть что-то в бисквит. Смотрите, пожалуйста, это бисквит. По-моему, внутри просто бисквит. И полит. Полит он карамелью. Но это вам слишком для меня. Я люблю карамель. Орех из карамели – хорошее сочетание. Но здесь сладковато, если честно. Просто вот эта сладость, она все перебывает. Ничего не чувствуется, просто сладость. Если бы текстура еще добавилась, например, хрустящая, было бы хорошо. Здесь непонятно. Непонятно – непонятно. Был бы он за крем. А, будто бы хватает крема. Либо же ангруя какая-нибудь, как в прошлый раз там была. Либо шоколадный какой-то, не знаю. Мне не нравится. Ну, не сказать, что он невкусный, прям что фу. Ну, нормальный. Но он безвкусный, он никакой. Я ему поставлю 6. О, даже так. 6 за такую цену. А сколько он осталось? Он 1700. Никакого просто вкуса. Это просто сладость во рту. И даже пекан не спасает дело. А ты отдельно покушала его? Пекан. Он не обжаренный. Я люблю орехи, когда добавляют, прям вот такие, знаете, вообще я орехи люблю именно есть. Даже вот такие жареные, у них вкус раскрывается. Многие, кстати, рекомендуют орехи вымачивать. И жарить? Нет, просто вымачивать. Что влажные орехи, они, во-первых, они вкуснее, правда, становятся, чем обычные. Но вот жареные – это совсем другой вкус. Нет, не жареные. Кушаешь орешек отдельно? Нет. Он не 6, не 7. У орехов тоже какой-то привкус. Если бы их обжарить, привкус пропал. Ладно, ну, понятно, что они, как бы, не то что-то старые. Нет, десерт не очень, я бы не поняли. Согласна. Я, кстати, заметила и озвучиваю это видео, что я постоянно в видео перебиваю Мэри. Мэри говорит, а я параллельно что-то говорю. А знаете почему? Мэри от меня далеко сидит, я не слышу, что она говорит. Мне надо погромче разговаривать. Ну, или ждать, пока я заткнусь наконец-то. Да нет, я комментирую с тобой от времена. Ну, да, я просто монтирую видео, вижу, что Мэри что-то говорит, и я параллельно такая просто не слышу. Ребят, ну, как бы, у меня были на него большие надежды. Я ради него сюда, если честно, пришла. Ну, на шестерку, на семерку, я сказала. Ну, очень страшно, что было. У нас еще два десертика есть. Ну, я на Прагу, я смотрю, у меня прям съемки. А я на это прям... Ты любишь белый шоколад? Слушай, да, я очень люблю, поэтому я надеюсь, что он очень вкусный. Я белый не люблю. Белый он слишком сладкий. Я говорю, я белый не люблю, у меня все начинки макарон на основе белого шоколада. Здравствуйте. Ну, там он взбитый ганаш, это немного другое. Как раз-таки там много сливок, мало шоколада. Итак, ребята, Микадон. Армянский десерт. Поняли? Он армянский. Но он у нас в необычном исполнении. Микадон. Это я настояла. Мирина стояла. Сначала взяла классический. Здесь есть также Микадон фисташковый. Редко можно встретить, где вкусный, потому что его часто, ну, халтурят откровенно, делают невкусность. Если он сделан вкусно, это великолепно. Он состоит из большого количества тоненьких коржей и крема. Здесь это все в белом исполнении. Мне кажется, посмотрите, как он выглядит. Просто посмотрите, он как маленькая невесточка. Как у меня бабушка на все белое говорила, как невеста. Вот как невеста. Просто невеста маленькая. Сейчас мы ее... Выглядит, по-моему, мега аппетитно. Хоть я не люблю белый шоколад, но в десертах тема. Давайте, большой кусок прям сразу. Кто мне рекомендует, ребят, не толстеть, не переживайте. Все под контролем, друзья. Я волнуюсь за свой вес, не меньше вашего. Не переживайте. Скажи, боже, я была права. Вкусно, да? Интуиция моя сказала, бери. Во-первых, это хорошо сделанный микадо. Нестандартном исполнении. Он достаточно увлажненный. Очень часто бывает проблема. Там эти коржи, они такие сухие вообще, когда их выпекают. И крем как бы не успевает это все пропитать. Коржи отдельно, крем отдельно. Все разваливается, все сухо, непонятно. Но при этом не размокшее должно быть очень вкусно. Он достаточно пропитен, при этом достаточно плотный. То есть я, когда его режу, прям он так вот проходится по всем коржам. Такой ка-ка-ка-ка-ка-ка. Посмотрите, одинаковые просто коржи. Одинаковое количество крема. Мега красивый разрез. Мега красивое украшение. И мега потрясающий вкус, ребята. Кто любит микадо? Все, кто напишет, что у микадо должен быть шоколадный. Ребят, шоколадный, белый шоколад. Все, успокоитесь, все хорошо. Да, да, да. Обожаю белый шоколад просто. Он сделан на хорошем белом шоколаде. То есть это не просто сладкое что-то с чем-то из коржей. Чувствуете молочный вкус самого шоколада. Ванильный привкус. Он такой нежный во рту. В этом с текстурой, то есть не каша. Я же представила. Ребята, мы готовим на десяточку. Надо как-нибудь сюда прийти и попробовать их классическое. Я думаю, он такой же вертолепный. С фисташками тоже вкусные. Нам надо еще, знаешь, какой делать топ вообще, где в десятке у нас оттуда. Да, как-нибудь везде пройтись. И здесь только то, что самое хорошее. Это целый день уйдет. Это к концу года типа. Да, 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 итоги. По какому-то идею, ребят? Короче, ребята, Микадон на десяточку. Великолепный. Он великолепный во всем. Во вкусе, во внешнем виде. В цене не помню, сколько он стоит. Я напишу. Он того стоит. Сколько бы он ни стоил, он того стоит. Он явно не дороже трех тысяч. Великолепный. Да, чуть меньше он стоит. Смотри, какой он красивый. Я не могу. Да, да. Боже, я люблю Рафаэлла. Вот я люблю белое вообще всякое такое. Но не люблю отдельно белый шоколад, как вот шоколадку. Есть? А воздушный не любишь? Да я знаю, что ты любишь свой воздушный, а не шоколад. Это вообще непонятно что. Шоколад. Там глазурь в этом воздушном. Ну, вкусно, я согласна. Ну, третку можно за раз просто. Да, я не хочу озвучивать слово. Как запрещенное вещество. Ты его, особенно воздушный, то хрустит, понимаешь? В этом его тема. Текстуры. Ты его ешь, хрум-хрум-хрум. Это не хрустит он. Он тает. Ну, во рту ты его кусаешь, он так вот так не делает? Ну, нет, он как будто тает, такая, тает во рту, такая. Лопается на языке вот эти пузырьки, нет? Ну, да, да, прикольно. Это как вот был еще, кстати, из белого шоколада этот у Альпенгольда. Там кокос, миндаль и белый шоколад. Просто шоколадку за раз можно было съесть вообще. Еще и еще хотелось. Но хороший, качественный десерт. Невозможно съесть много и не хочется его еще. Да, кстати. Так, друзья, у нас осталась Прага. Мы на этом канале обычно не берем торты. Один раз у нас был торт, помнишь? Кстати, в Сизинсе, да, блинный торт. Не блинный, он был с Бэйлисом. А мы блины не брали? Нет, я блинный торт не переношу. Я никогда уже не вернусь. А, я его отдельно езжу. Да, вкусный? Да, кстати, очень вкусный блинный торт. Для меня блинный торт – это какое-то издевательство. Типа, это блины или торт? Ну, как бы... Я любила в Москве его готовить, вообще. Нет, приготовить, ладно, но типа заказывать. Сколько он там стоил? Слушай, 2,5, по-моему. За блины. Просто 2 слоя за блины. С черникой, да, он, по-моему, был. С черникой? Было вкусное, так прям мы кальфанули. Прага, тортик. Ну, такой домашний прям кусок, блин. Бабушка тебя отрезала, говорит, садись с чайком, дорогая, внученька. Хотя, в нашем случае с кофейком, бабушка у меня чаек не пила. Коржи и крем. Разрез красивый, мне нравится. Я, давайте-ка, сначала вот так вот сделаю, оп. Чтобы слишком много. Я скоро полюблю темный шоколад, мне кажется. Пахнет великолепно темным шоколадом. Ну, кальфанули, да, кальфанули. Это хороший шоколадный торт. Я люблю сладкое. Вот как мне, типа, говорят, если хочешь сладкое, и ты, там, условно, на диете, съешь, там, финик какой-то. Финик, он сладкий. Но я люблю тесто. Я люблю бисквиты. Проблема шоколадных тортов. Я почему не очень люблю шоколадные торты обычно? Потому что шоколадный бисквит, он очень часто получается сухой. Очень часто получается сухой, а увлажнять его с помощью сиропа, ну, это не то. Это не то, все равно, там что-то идет не так. Здесь все великолепно. Достаточно влажный бисквит сам по себе. Хорошая рецептура. Хороший крем. Хорошая пропорция. Крема не очень много, но не очень мало. Бисквитики прям тают во рту. Он прям влажный. Но я говорю, это не пропитка. То есть он сам по себе такой добротный. Хороший шоколадный торт для любителей шоколада. То есть это бисквит не просто с какао. Тут либо алкализованный какао, который вот такой насыщенный, либо он сделан прям с шоколадом. Точно не могу сказать. Рецепт не знаю. Шоколадный торт на десяточку для любителей шоколада. Для любителей тортов вообще вот такой вот, я говорю, с чайком прям очень вкусный. Ну, десятку. Хороший прям добротный, хороший торт. Кусок огромный. Я его есть, доедать не буду. Но я прям, я вам скажу, это тяжело отказаться доесть его. Ой, сейчас я чуть-чуть, ой, некрасиво, некрасиво, извиняюсь. Какой-то бисквит шоколадный. А вот это что? Крем? Да. Какой, что за крем? Что-то шоколадным, не могу понять. Масляный, наверное? Масляный? Ко-ресо, масляный. Не могу только как-то с какой-то тонным слоем. Ну, то шоколадный, до больного шоколада прям чувствуется. Но это не то же самое, что внутри, да? Нет, внутри более плотный, он вообще другой. Ну, это ганаш. Ганаш. На темном шоколаде. Ребята, я полюбила темный шоколад. И белый. Я люблю сладкое, давайте просто так. Сан-Себастьян. Я только уже готова была закончить это все. Ребята, нас угостили с Сан-Себастьяном. Мы пришли сюда и сразу решили, что мы не будем брать Сан-Себастьян. Мы решили, что не будем его брать, потому что... Не надоело его есть уже, я не могу, если честно. Но, девушка добрая. Но, ребят, грех не попробовать. Ну, давайте я буду пробовать без шоколада, пожалуйста. Знаете, Себастьян здесь дорогой, он стоит здесь 3 тысячи. Он везде дорогой, но здесь, как бы, по сравнению с остальными ценами... Я сначала попробую, как обычно у нас по стандарту, попробую без поливки. Хороший. Нет, почему ты не пробуешь? Ну, нет, я с тобой согласна, потому что вот эта обжарка, вот это все, вот это... Я не хочу его поливать шоколадом, он этого не достоин. Точнее, он достоин просто быть вот таким вот чистым. Наш хваленый Д'Анджело с его Сан-Себастьяном, ребята, это его брат. Брат-близнец. Он великолепный просто. Он просто великолепный. Божечки. Девушка знала, чем нас сразить на повал. Скажу. Сейчас я попробую с шоколадом. Тут, кстати, глазурь. Вот в Д'Анджело мне не понравилась глазурь, потому что глазурь была на очень темном шоколаде. Она прям горчила. Я говорю, не люблю темный шоколад, прям горько было. Здесь он не такой. Молочный? Он темный, но он не горький. У него меньше содержания какао. Ребята. Потрясающе. Там идеальный по плотности. Он без ванили. Ему здесь ваниль вообще не нужна. Холодный. Не притомный, ребята. Д'Анджело. Мы нашли твоего брата. Программа «Жди меня». 10 из 10. 11 из 10 я поставила. Это 10 из 10. Неужели он такой вкусный? Он настолько вкусный. Мэри, потом мы с тобой сюда придем. Придем, придем. Когда время придет. Через месяц. Через месяц. Блин, у меня даже... Я себя чувствую каким-то дилетантом. Даже нет человека, который подтвердил бы мои ощущения. Не, я доверяю. Я вижу. Я вижу, как это аппетитно выглядит. Тем более, вот эта корочка. Да, тот тоже аппетитно выглядит. Много где он аппетитно выглядит. Все думают, что... Ну, типа чизкейк Сан-Себастьян. Зажарили до черной корки, значит, он Сан-Себастьян уже. Нет. Можно я попробую самую... Я обожаю всегда корки вот эти все. Тоже люблю это. Бывает десерт, как в прошлый раз мы ели, вот этот нуар там был. Ты прям вот... Именно вкус тебя вот так вот добивает. Ты сидишь, и этот вкус у тебя раскрывается и раскрывается. Здесь текстура. Просто хочется его держать во рту и молчать, и просто наслаждаться вот этим ощущением на языке. Ребята, 11 из 10, 10 из 10 великолеп... Девушка, сейчас мы ее поблагодарим обязательно за такой великолепный подарок. Так, друзья. Дульчет. Находится прямо по соседству с консерваторией. Адрес Байрона, улица Байрона, дом 2. Я проходила здесь мимо. На самом деле невзрачно, не очень понятно, что здесь не очень видно. Красивый балкончик. Я увидела его через контекстную рекламу в Инстаграм. И решила сюда прийти. Я нежели... Друзья, я могу смело рекомендовать это место для любителей хороших десертов. Не просто сладкой жижи. Единственное, что мне вот тарт не понравился, ну, как бы не понравился, не понравился. Остальное все, это просто восторг. Все, кто говорит, что я очень сильно придирчива. Под прошлым видео много кто сказал, там у меня еще в ТикТоке, я видео выкладываю, что, ой, Господи, придирается вообще кто-то к относится к десерту. Друзья, а в чём смысл этого видео? Вот вопрос можно задать. Давайте я просто приду куда-нибудь, просто скажу, ой, мне было вкусно, до свидания. Как бы нет. Я, во-первых, плачу деньги за это, за всё. И деньги немалые. Ну, как бы 3000 драм, условно, за десерт. Вам нормально было бы, если бы он был просто сладкий? Нет. Я хочу, чтобы он был вот таким. Я хочу, чтобы он был идеальным и восхитительным. Короче говоря, ребят, давайте так. Кому не нравится моё нытьё и моё занудство, давайте вы просто не будете смотреть. А всем, кому нравится, пожалуйста, ребята, поставьте лайк под этим видео. И можете написать также комментарии. Итак, давайте оценим это место по полной. Кофе вкусный, кстати. Кофе на десяточку. Обслуживание. Тут одна девушка работает, мы, по крайней мере, только одну увидели. Очень приятно, очень добрая. Можно сказать, на десяточку тоже. Место самого нормальное. Я не знаю, глупости можно оценивать. Балкончик классный. Балкончик классный. И тут как бы с видом на оперу в целом в самом центре города находимся. Место тоже на десяточку. Десерты. Десять. Семь. По-моему, я в итоге поставила десять. Сто. Просто сто из десяти. Итак, друзья, не забывайте также, что в Ереване, все, кто любит пирожные макароны, вы можете обратиться ко мне за пирожными макаронами. Я их готовлю на заказ. Пожалуйста, вы сейчас видите вот это всё великолепие. Пишите в мой инстаграм. Кокобокс. Кет. Точка. Эм. Парня сказала. Короче говоря, все ссылки будут в описании. Спасибо за просмотр. Спасибо за лайки и за комментарии. И всё. Всем пока. Пока-пока. Так, посмотрим, что у нас. Господи, за такие десерты, это не то, что по-божески. Ну, представим, ещё плюс три тысячи был бы чизкейк. Субтитры сделал DimaTorzok.